Представим себе, что это все я ввел сверху на веревку. Вот на поле лежит веревка, на земле лежит веревка. А я забил колышек в какое-то место. Высокий колышек. А вы хотите веревку унести. Но не можете колышек высокий, вы его снять не можете. При каких положениях колышка вам удастся унести веревку, и при каких не удастся? Ну, например, если просто веревка лежала бы вот так, по-простому, то ясное дело, что если колышек здесь, то вы ее не унесете. А если колышек здесь, то ее легко можно унести. Ну, а теперь веревка лежит тому, а она делает разные петли. Тем не менее, наверное, скажем, если бы здесь колышек сбили, то он не помешает всю веревку унести. Кто считает, что он знает, где чего? Мне кажется, там где нет, где нет. Там где что? Там где ноль, можно. Здесь, например, в этом случае. Здесь у нас ноль, а здесь один оборот. Где ноль, можно, а где один, ну или два. А где один, вы говорите, нельзя. А где два? А где два? Можно или нет, как мы думаем? Нельзя. Нельзя. Нельзя, а почему? Может, Тонь, тебе? Значит, говорят, что если не ноль, то нельзя. Может, Тонь, тебе объяснить, почему нельзя, если не ноль? Да. Ну, у нас один минус один, два минус два, это татария, это количество оборотов вокруг столба получается. Да. А если у нас есть хотя бы один оборот вокруг столба, то мы верёвку уже не можем вынести. Ну, это вы повторите, как бы этот метод доказательства, метод убедительного повторения, что если есть хотя бы один оборот вокруг столба, то мы унести верёвку не можем. Ну, а почему? Может быть, так всё её, как-то, это самое, там всё так завёрнуто, что этим её не можно унести. Вот давайте представим себе, что враги её потихонечку уносят. Так, медленно и неторопливо уносят. Что тогда будет происходить с числом оборотов? Нет, смотря. Не будет, вам будет и не скажу. Нет, ну, в конце оно будет ноль, когда её совсем унесут. Ну да. Но, с другой стороны, это число оборотов должно меняться постепенно. Ну да. А с третьей стороны оно должно быть целым. Мы не можем сделать полтора оборота, если верёвка замкнута, она не может сделать полтора оборота. В каждый момент у нас есть некое целое число. Значит, ну, когда оно вообще меняется? Вот кто-то там уносит верёвку. Постепенно её уносит, уносит, уносит и уносит. А наблюдатель был здесь. Ясное дело, что в тот момент, когда я мимо неё её пронесу, вот это колышек, то есть число оборотов изменится, потому что здесь мы обходили колышек с одной стороны, а здесь с другой стороны. Но, если мы колышек не задеваем, то тогда число оборотов меняется постепенно. А если оно меняется постепенно и является целым, то оно измениться не может. Вот такое рассуждение. Я не знаю, убедительное это или нет. Это, конечно, не стропа, потому что, ну, почему оно меняется непрерывно. Но убедительное это наглядно или неубедительно? Ну, вы же вроде, давайте я так скажу. Ну, это не совсем то же самое. Но представьте, что мы хотим не верёвку у нас, а колышек передвинуть куда-нибудь далеко. Ясное дело, что мы уже договорились, что число оборотов одинаковое. Значит, если его можно передвинуть так, что он не задевал верёвки, то он и с самого начала должен вернуть. Но правда, что ещё верёвка может деформировать, это более сложное решение. Хорошо. Значит, если не ноль, то нельзя. Это мы уже установим. А что? Если ноль, то можно. Вот у вас есть разные места, вот даже несколько мест, где ноль. Вот как вы думаете, если вверх, в тех местах, где, если поставить кулышек, в тех местах, где ноль, то гарантирует ли это, этот ноль, то, что верёвку таки можно украсть? Или всё-таки есть шанс, что нельзя? Что? Гарантирует, что можно. Гарантирует, что можно. Есть шанс, что нельзя. А есть шанс, что нельзя. Давайте мы сделаем перерыв на 10 минут, а вы за это время попытаетесь понять, объяснить как. Если можно, то привести пример, как надо чего выносить. Почему его можно? А если нельзя, так так объясните. То есть вы говорите так, что правильно? Этот ноль можно, естественно. Это ясно, что можно. А вот этот ноль нельзя. Хорошо. Ну давайте попробуем сейчас кто-нибудь, кто считает, что можно, пытается убедить того, кто считает, что нельзя, и наоборот, посмотрим, кто в этом обсуждении будет более убедительным.